здрасте всем с вами жопов и в общем то мы смотрим ggb от winter cup секунду почти трехочковый и карта даст 2 друзья выбор команды экстремум ой-ой-ой-ой-ой-ой вчера на дасте 2 была настоящая драма имени трагедии мы ее с вами посмотрели выводы сделали ну как минимум можно за ребят из экстремум не волноваться они на этой карте действительно играют максимально неплохо сказать прям что отлично да это вспоминаю эти выходы на длину вчерашнем так и поехали так напомню вам то что пик пики баны фейд взяли inferno экстремум взяли даст 2 и оверпасс будет третий решающий не увидим мы трейна не увидим и миража мираж кстати убрали фейд не просто так вчера мираж шикарные показали экстремум даже несмотря на ну вот просто деревянные кисяки которые были все равно умудрились закрыть причем закрыть красиво не факт что сегодня будет все так же хорошо складываться ладно у нас даст 2 поехали если если экстремум не выигрывают если экстремум не получается на этой карте что 3 зерпаз для них может стать действительно фатальным так как вчера на нем у них были гигантские сложности и как парни с ними справиться сегодня я не знаю но явно это них карты явно это карт который они играют но явно вчера не проиграли уже в первой половине все произойти максимально неудобно для нас так для нас плане того что пострадаем на даст 2 перейдем к оверпасса он а будет предсказуемой а этого бы не хотелось ладно давайте смотреть фейд начинают за атаку у них есть четкий план два дыма три флешки и в принципе этот арсенал позволяет выйти куда угодно но судя по двум дымам это длина потому что там именно два дыма нужно будет потратить по 250 на центре без армора интересное решение и калубер проверил длину ждут флешек сейчас игроки атаки тайминг конечно поймать вот на выход чтобы сразу в голову встречать я не знаю каким чудом выживает волына но штука в том что все попытались его убить и получили по затылку валы над забирать ситуация как бы максимально играбельная волына здесь до последнего пытался драться и дальше в 250 делает всю грязную работу 1-ой фейд выигрывают раунд на длине причем выигрывают против весьма удобного места расположения соперника по идее экстремум должны были справляться но не гранат никаких не было для того чтобы существенно принять скажем так длину и сделать ретейк ну и в общем-то 0-1 форс исполнение ребят из экстремум по эти естественно закупаются и акцента на длину мы не видим два на центре два длина один на базе b ну и опять же торопиться не собираются как мы видим максимально аккуратный захват пространство карты и трагедия так колубер продолжает у нас удивлять человек который наверное умер самыми извращенными способами которые так доступно в этой игре он погибал на карте инферно и это было такое фиаско и здесь видимо продолжается он в мете его убили верхним темным через дымка он сидел учет там что-то просто сидел ну это конечно вот они болгары вот они где друзья вот он стиль краба который ползет к своей нет это знаете не краба как это стиль скорпиона который ползет к своей жертве чтобы ее ударить и ужалить вот они где то сейвить можно уже в принципе здесь атаки тут они вдруг решили пойти на базу первого забирают неплохо неплохо молик дефолт но опять же здесь слишком оу еще одного нашли это уже 2 в 3 12 секунд 10 секунд ну вот рфол уже нельзя умирать и в принципе он реализовал свой скал все здесь остается время на дабл мэджика свой минус он сделает но эти парни эти парни реально счастливые они не смотрят на время им не надо просто не надо да 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 только счастливые люди не смотрят на часы и это про команду фейд 2 13 на фейд на победу в этом матче напомню вам что они были фаворитами согласно коэффициентам букмекеров еще до начала первой карты и к началу второй как мы видим кардинально коэффициенты поменялись и все это не просто так экстремом действительно отлично отыграли inferno и подвинули своих соперников на центре соперник а больше показалось так будет ли десант вниз это очевидно но вот если десант а вообще всей командой что ли упали а вдвоем waterfalls надо сейчас играть как туда забирает берется дальше делески на пределе и здесь обороны 2 1 денег нету атаки но по ходу фейд сдались на на после ладно ладно это было как ждем оружейного чё вообще в чате давайте пообщаемся потому что в первую очередь хочется тем кто пришел на трансляцию сказать что эфир этот последний для меня в этом году конечно жаль что вот для меня на таком пенте год заканчивается ну ничего страшного вот поэтому можете меня что-то поспрашивать я сегодня добрый это не значит то что я накатил но я бы накатил пока тут волына накатил посмотрите плохо до формилка коктейль формилка и пятерых пятерых и приходовала вот это красавчик вот это по-нашему 3 1 сэкономил целых 30 секунд просто нам давайте посмотрим повтор а мы бежим 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 на базу а солдаты неудачи это реально как боевик выглядела солдаты неудачи так счастливые часов и наблюдают во это про команды взорвите закупа ты бежишь волына бачки волына волына помирает но сжигает двух игроков атаки вот это болгарский counter-strike вот это я поднял где-то вактор сейчас просто тихо завидует тихо завидует сам все понимая что он реально топ-1 болгарии с такими-то конкурентами в стране ох ну и дубликейт прописал ему waterfalls неравная явная перестрелка была была ну и тут против зигзага сейчас конечно будет очень-очень быстро все заканчиваться waterfalls да проверил зиг понимает что уже вблизи игроки и но нужен выход был здесь на соперника чтобы делать минус в итоге проблемы тиммейт вымирает два красных игрока у атаки waterfalls минус прошел и второго тоже забирает можно было с юспом разобраться но информация видимо не прошла про то что они максимально красные 4-1 еще один легчайший для ребят из экстремум так экстремум но сегодня у них явно получше идет чем вчера кстати вот такой тоже нюанс да на мой взгляд фейт на карте делают намного больше чем чем та же команда rocket launchers да но играют как-то похуже судя по результату и если сравнить вчерашний матч и вчерашних соперников на фоне команды экстремум то вот бросается бросается в глаза тот факт что команды медленные были что ракетница что эти но ракетницы хотя бы ситуации каким-то чудом знаете вот разрулились не в себя так шикарно шикарная концовка разыгровочки под базой b ну и картон для джимки но калубер калубер перед смертью наказал джимку одни они пометили друг другу еще на карте инферно на позиции базы b и вот вот она место калубера но опять же счет как бы 5-1 и тут надо командой собираться слом ты умираешь что-то пишут до игре есть минералка минералочка есть не есть просто вода так слом когда на пенсию да я уже на пенсии судя по тому что происходит последние полтора года я бы назвал это комментаторской пенсии как-то так согласен согласен но дело не в этом дело в том что просто ирония и смысл понятен вау узнаете есть подсадка есть подставка вот это была подставка от команды экстремум все для вот упал за 2 не центра нет нету 2 не центра здесь просто флешка игроки атаки тоже на нее никак не среагировали короче пока если видолага flex забыл magic ошибка вернее не ошибка а промах и промах может на самом деле сейчас стать максимально неприятным попытка отыграть против флэкса клэкс ну прогнал зигзага все и выход на базу бы пошел джимка встречающий но тут вообще без шансов вчера кстати его вот так же спокойно проходили на базе б вообще никак не реагировал на присутствие соперника верхнем темном ну и здесь на сейф надо ухать экстремум на раунде об этом уже точно можно забыть интересно что после экшена на центре опорник база б просто не смотрел темный ну и кстати в той же позиции сдох я говорю сдох потому что он реально ничего чуники не сделал и вчера у него был то же самое и вчера он также отвлекался на окно видел тэшку и бежал за этот ящик никак не мансуясь в планете ну и это закончилось видели чем так марс сторожит банку но здесь такой плотный сейф от команды экстремум как видим подсадились надежно короче эти два есть должны остаться у них в руках так чек ну-ка я чатик я вижу писали а почему последний эфир последний эфир в этом году да и я сваливаю сваливаю на реализацию своих задуманных планов и следующий эфир я сейчас не знаю как будет будет еще одна трансляция на моем канале я просто пока еще опять-таки нахожусь в состоянии сбора сетапа чтобы это все с собой дело взять и провести эту трансляцию это будет комьюнити стрим мы будем с вами созваниваться в дискорде общаться в нем буду вас там как-то подтягивать ну и в общем-то подведем итоги года но это все будет на моем канале by slfm он на твича называется я обязательно об этом напишу анонс у себя в telegram канале чтобы вы были в курсе так что ну и там будет такое неформальное общение постараюсь еще кого-то из игроков подтянуть чтобы пообщаться обсудить что происходило и вообще как хорошо провести время используя зарядиться новогодним настроением все такое но опять же ждите анонса я обязательно напишу как вот созреет у меня это все все что касается оборудования таймингов и вообще более внимания так хороший дым на банку и double magic решения нет выхода не было ну да с выпекаешь и без вариантов шикарно кстати смотрите прогнали это ставит в тупик в этом раунде атаку но они сами виноваты они могли 20 раз открыться еще минуту назад и теперь ставят себя в рамки 40 секунд будет заходить на базу а по ходу это десант хорошая дымовая раскидка но в ответ также игроки обороны умудрились закрыть дымами зик и это какое-то респостояние все пошел на утрополз о не но это все это не прием нет все-таки принял и дальше дабл мэджик действительно двойная магия потому что если с первым игроком все было просто и понятно то вот со вторым проблемки установка бомбы и он видел игрокам длиннее левил непонятно нет видел видел по инфе прикрывал прикрывал калубер своего тиммейта 2 в 3 чистый перевес за игроками атаки ну не самая конечно изящная оборона была от экстремум но опять же снайпер остался играть на подъеме в соло волына где-то там на длине тусовался никаких флешек ему никто не накидывал конечно да как он мог там против эвп и двух калашников их выжить ну потенциально двух калашей на деле там был один тиммейт с калашом один свп снял скальп эрскейпу и в общем-то все сейф снайперской винтовки ну пока 52 но с переменным успехом как видим начинает срастаться на этой карте за эту сторону кстати напомню вам что вроде как они сами выбрали сторону атаки если я не ошибаюсь так ты надеюсь дату видеть не собираешься не ешь в доту даже не играю я за ней слежу смотрю но мне интересно только стрелять и аспекта вот поиграть в нее как-то мне не люблю такие игры дело не в том что получается не получается просто вот не мое я не знаю если захочу поиграть и в квейк зайду погоняю пару дуэлик какой-нибудь ztn или dm6 так джимка опять сейчас будет продавать базу b321 нет нет но 321 джимка очень опасно играет о все но он здесь не среагирует никак только если гранату кто-то будет кидать ну вернее калубер это минус опорта вот так вот до свидания ребята просто до свидания нет калубер не смог занять базу здесь вот выход на бомба перед верхним темным боже какое порно происходит прямо сейчас в этом матче если бы была информация по бомбе то игрок наверное услышал шаги соперника испугался не убил и все снайпер сделал грязную работу бог ты мой я не знаю как я не знаю почему и по какой причине но это какая-то фантастика вообще максимальное отсутствие логики в действиях двух коллективов и ничего не хочу сказать но по-моему вы по базе бы выводы уже сделали то есть джимка уже и третий раз засаживает в эту половине ну вы видели чё он делал он сидел с ввп верхнем темном не проверил правую сторону вообще никакой инфы про это не было и стоял там до конца я вообще в шоке опорник вазы бы агрессор с вп боже мой вот если бы он стоял на платформе он бы вообще этот ладно у них свой взгляд на игру все-таки они выходили в топ-8 мажора а мы нет им виднее выход на центр решили здесь не тянуть команда экстремум как видим запушили против выхода на центр и конечно эта капля в море в плане урона но дубликейтом одного удалось забрать так на зиге у нас остается клэкс это диглы здесь без шансов все база чистая на базе бы последний джимка его я думаю местоположение парням из команды фейт ну в этом раунде джимка базу бы удержал смотрите не вышел никуда не умер минута целая до конца раунда оставалось я даже удивился если честно 5 5 5 5 5 и вот она сладенькая сторона атаки начинается для команды фейт вангу и сейчас опять на базе б произойдет какой-то инцидент кстати полноценного сплита база б с центром карты и с развитием событий через окно мы так и не увидели только вот этот ситуационный момент где господин каупер оставил бомбу в темном и ничего не сделал все а вот и сплит бас б причем очень быстрый вышли на центр проверочка пошла ну и ники тут джимка ты слез смотрите сейчас сейчас он кинет флешку он кинет молик и умрет принципе легко и непринужденно все в принципе как и было все тоже самое происходит у джимки погибает центр он отвлекается на центр и его с верхнего темного убивает а знаете почему потому что можно прострелить просто спокойно простреливать ебаный дым и наказывать многие так делают но не джимка просто в идеале он должен был кинуть молотов прочекать окно повернуться на темно и умереть здесь мы в затылок записали но раунды четыре назад вы видели что все начиналось то есть к нему реально просто приходили и запирали спокойно неплохая попытка от waterfalls за сейвить очень результативно ну и суммарно мар один живых остается и собственно говоря попробует на на сейчас найти waterfalls и но остается стоять в планете еще раз напоминаю вам что если на этой карте фейт забирают маппоинт этого матча то их ожидает карта overpass на которую к строму вчера были гигантские трудности с игрой как за атаку так и за защиту 1 72 10 коэффициенты ставится тактическая пауза судя по всему на техническое вылетает один игрок болгарского коллектива но там были какие-то проблемы еще до начала матча так что ничего страшного next игру комментишь нет один матч один матч сегодня у меня вчера тоже был один и на этом все тут тут кстати вчера по поводу заливана на фейте все такое вчера кстати вот окрох комментировал их матч и я смотрел ну знаете фейт смотрелись действительно неплохо максимально неплохо но опять же там на фоне их соперника конечно это все очень-очень субъективно как бы да и на деле я думаю такая команда как фейт условных там virtus pro там у текущего состава авангард взяла бы наверно раунда 2 если бы вообще может может 3-4 это зависит от того где какой матч пока повтор на ваших экранах и возвращаемся в матч 56 шикар можно на тап нажать пожалуйста господа observer спасибо большое по раундам вы видите то что тут вообще сумасшедшая серия после серии от обороны была взята командой фейт и кстати вчера так у стама была хорошей на этой карты так что вторая половина будет сочная так и эрскейп понятно увидел убежал что мы видим джимка также играет в азубе эрскейп с ним стоит закрыта оборонно с акцентом на длину на базе ау экстремум но я атака все в том же ключе действует это занятие центра и попытка методично отработать по позициям база но по крайней мере они пытаются играть по база шикарная кстати флэшка в пальму игрок атаки я бы точно не увидел но и начинается сплит на база вернем продолжается потеряли пошел волына о ее волын волын и снова волын и таки приходит к нему тиммейт но это да это бинга кэш опять разыграть я не могу на это смотреть царям это бинга кэш опять разыграть я не могу на это смотреть царям Субтитры сделал DimaTorzok 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 Золотые слова говорю я вам Это золотые слова Запомните Присел, подпрыгнул, не победил Это все, что надо знать Субтитры сделал DimaTorzok Какой, о котором игроки обороны точно должны знать И дальше волына Волына, волына Ну и 8-5 По-моему, только что команду Экстремум официально Унизили на карте DAS2 В первой половине На их собственном пике Причем болгары без тренера играют Обратите внимание Пишут слам, как всегда, кибербуллит Мы вчера про кибербуллинг уже обсуждали Ну 8-5 и мои надежды На то, что команда экстремум Начнет играть на этой карте Были полностью разрушены И помимо того, что они были полностью разрушены Так еще и... Ооо, hello, man Колубер Минус Клэкс, минус Waterfalls И тут вообще Экстремум уже пытаются Видимо вообще все соки выжимать Из собственных возможностей Которых, судя по тому, что они не берут раунды Совершенно не осталось И поджим Зигзаг закончился Два друга на центре Смотрите, там подсадка И снова опорник базы B Дает и все знать Команде фейт Ну и два красавца остались Первый пошел Второй справляется В этой перестрелке Пошел за Колубером Но тот Или кто там не Колубер Там Публикейт Или кто Или Мар Это Мар Да, 100 хп У Колубера 12 Он ставит бомбу Все нормально 9-5 Ну и на 10-5 Короче, выход Это вообще шикарный результат Для ребят из фейт Если учитывать, что Начало было, мягко говоря Максимально дурацкое И Они просто Все раунды приходили Читались Но они смогли все-таки найти Понимание Того, как надо действовать Ну и джимка здесь АФК стоит Все нормально Инфаж была, что в тэшке 15-й раунд 15-й раунд Первой половины И команда Экстремум Сейчас Терпит Максимально плотно 8 раундов к ряду Берет команда фейт Это, конечно, серьезный удар По самооценке Я думаю О! О! Порнушка-то где пошла, а? Ну все Заливайте напор на хаб Друзья Вот этот момент Так, ну хоть Дабл Мэджик Ну что, база Б База Б Вновь Под пристальным контролем Игроков атаки Что творит Waterfalls Вот она Секретная сила Которая могла спасти Waterfalls Флешечку под себя Но Ой-ой-ой Сгорел на работе, братан Ты сгорел на работе Проснись Ты сгорел на работе Ну и волына остался с ВП Звучит опасно Волына с ВП Нет ничего опаснее, чем волына с ВП Просто 5-1, 5-10 Как вам вообще Поворот событий в половине? На грани На грани фола это было Вот знаете, я Смотря на этот турнир На матч этого турнира Вот сейчас вспоминаю Старые золотые времена Когда была аматорка Какая была про серия Была старая серия Отдельный выход С про серии В старую серию Вот короче Вспоминаю почему Потому что Ту же аматорку Когда мы смотрели Ну Да, ее было Иногда тяжело смотреть Комментировать Было ее тяжело Но Это хоть пользу Какую-то приносило Вот о чем подумал Молодым командам Приятно было Как бы засветиться Вот смотря на этот турнир Я здесь некоторых людей Вообще впервые вижу И очень интересно Что эти люди В новогоднем празднике Решили Особо сильно не отдыхать Пробит база B Но не база B А центр И на самом деле Это ничего не гарантирует Слышали дабл-мэджик И не отпустили Забрали Окно Калубер Шикарный хэдшот Калубер Попытка Организовать еще один фраг Нет Взрывается дубликейт Наказывает Двух Один из пять Это провал Экстремум могли уйти С центра И не бежать дальше На базу B Осознавая Что там есть опорник Но было принято решение Даже после минуса На КТ Двигаться в том направлении Ну и как видим Да Вариантов развития событий Было много Но они выбрали Самый предсказуемый Для оппонента И собственно говоря Теперь я не знаю Какие у меня есть шансы На карту оверпасс Учетом того Что вчера их там Плотно Повозили Что-то там в чате Ага Там с Waterfalls В чате Вау Реактивный дигл Какая реакция Не реакция просто Грация кошки Реакция картошки Итак Пошел выход У нас Нет, друзья И Как это все Конечно Больно Попытки пройти На подъем И поставить бомбу Мы не видим Но скорее всего Задачу такую Не ставили на этот раунд Парни из Экстремум Для себя И первый Полноценный Оружейный раунд Прямо сейчас Ну это конечно Шикарный повтор Но показывать надо Повтор с Waterfalls Там вообще Подтушу Горит флешкой Он же там флешку достал Или декой Как я понял Да в том эпизоде Ну а в сервере Видимо Наверное Если видели Если есть варик Это показать Возможность какая-то Было бы здорово Ну что Поджим нижней тэшки Который был Прочитан игроками Атаки И попытка выхода Сначала Ну вот урон Компенсировали Который получили Но тут же опять Поджим со всех сторон База B чистая Бомба вообще Под базой A И начинается заход В центр От дубликейта Он прямо Ныряет Ныряет На этот респаун Дошел до пальмы Стал жертвой Waterfalls И честное преимущество В двух игроков По-моему Проиграть в такой ситуации Практически нереально Да у нас в режиссерской Если Вот просто Я считаю Что нам надо Отдельную трансляцию В режиссерской делать Во время Комментирования Потому что там сейчас Там сейчас просто Шок У людей Шок Они Не подавлены Просто подавлены Мне кажется Я упаду в обморок Если экстремум Сделают камбэк На этой карте Серьезное намерение Засейвить девайс Кстати Это Калаш волыны Калаш волыны Это плюс Каиму Плюс 15 Сразу Попадайте Стою 15 Накидывает автоматом Это ж Калаш волыны Так Слава должен был Рассказать историю За которую Могут уйти Он рассказал Да я вас забайтил История там Вообще не про это А вообще про год Как бы да Про то Как он прошел Попадайте соми Попадайте По постепенно По постепенно Сверх Zurхнув И океader Аплаж Google Uits Аплаж Океada Есть Океет ну очень сейчас конечно неоправданно неаккуратно действует экстремум по моему airscape даже не врубился откуда его убили вот я думаю и это на самом деле большая проблема даже занимается зигзаг никого ближних позициях нет ну тут закрытая оборона и если смотреть на такую экстрему вот я в ней реально не вижу за что они могут показать своим соперникам доставить сложности своим соперникам показать мы поняли там показывать нечего вот доставить хотя бы какие-то проблемы было бы неплохо но если начинается раунд вот так вот качок выходит на центр и даже не понимает откуда по нему стреляют погибает и после этого идет к эта трусливая игра на центре вообще с позором поджав хвосты ушли в зигзаг и после этой пине ну они сейчас такой бы придут посмотрите тут еще и тайминги гранатка шикарная все как никогда здорово выход пошел пошел разменяли здесь опять же не джимка стоит и мы видим чем заканчивается на базе бенни джимка по крайней мере у ребят из фэйт все хорошо справляются быстро ну надо заканчивать здесь надо здесь заканчивать и перехать к оверпасу тяжко и вспомните вчерашний дасту экстремум кто смотрел я думаю вы оцените да то что команда даже выход на длину сыграть не может с первыми респами то есть они его но сейчас может быть сыграют но их реально очень плотно заказать на этой карте мара есть выход на давить здесь оборона тоже сыграл очень гибко в ответ откинули флешки и не позволили сделать единого минуса дубликейт выживает база в принципе поднадежная обороны здесь сумма внутри человека мару успевают подсадить сплит атакующих зигзага нету ну и 24 конечно у атаки сейчас не совсем приятная ситуация надо делать выбор в пользу либо в пользу контроля либо уже окончательно проходить базу дается прокраса по стенке оборона этого не ждет вот он тот самый момент тонкий момент гибкости которой требовалось давно давно уже научиться проявлять своевременно ребятам из команды экстремум и установка бомбы почти почти 3 3 очков еще одна залетела не ну в рубашке родился waterfalls ну и все-таки удается в этом раунде с помощью длины скрыть защиту база ну и оборона здесь особо сильный детек играть не собиралась хотя дефюзки ты были гранаты были но у одного игрока мало хп ну давайте терять кэша да при таком счете тоже не хотелось бы поэтому фейт здесь как по мне сделали все чтобы в следующем раунде было попроще и денег осталось побольше на потом там кстати по деньгам на самом деле нифига не все так здорово там в пищу тысяч шестьсот пятьдесят не на все детали обращаюсь внимание сами понимаете не мы такие матч такой так слом с игрой все ясно смотрел ведьмака от netflix чеканной монетой поставьте на экстремум так ну и на этот раз база б не это будет тайхард через тэшку прям такой тайхард настоящая халява сейчас на центре была и опять же без инфы зигзаг мар марси ге закрывают дымом некий готов встречать в руке граната и это похоронный просто это похоронный выход со спины от они даже не смотрели последний waterfalls прыжок супермена 14 7 ггбб это 11 по картам это 11 по картам третий будет оверпас и оверпас друзья команды экстремум вряд ли выиграет но есть конечно у ребят из фейт там что-то есть если они будут играть не хуже чем их предшественники которые все на оверпасе раздавили ребят из экстремум ну и пошел тайма но чё-то как-то быстро взяли раунд добавили таймаутом кстати вангую кроме этого турнира мы вряд ли где-то в следующем году увидим команду фейт да и экстремум возможно но от такой команды как как экстремум дождать какого-то перформанса стоит только на турнирах ну например там закрытая квалификация на минор да или открытая квалификация в закрытую квалификацию на минор как-то так больше не меньше так 714 дым центр проход базы бэби штрафа здесь вал им не попадает но это неудивительно а вот то что ничего атака сейчас не сделала это уже такой неприятный факт в ожидании длину отдали оборона играет 212 приятные позиции понимание карты будет конечно присутствовать в действиях обороны ну и попытки не допустить ошибку закрыли банку джинка простреливает как бы давай понять что он там есть он кстати на бомбе и выход зигзага вот зигзаг в этом раунде как раз таки игроки команды кейт не занимали а именно эта позиция принесла в прошлом раунде победу потому что мар запушил тут кстати играли бы вдвоем встретили бы всю эту банду а вот после встречи со всей этой банды это были бы уже большие проблемы ран буст планируют осуществление подсадка подсадка сработала ватерфоллс не ушел марк ну просто браво здесь просто браво звено защиту база работает показывая нам своеобразный мастер-класс может так назвать ну и намного как бы да намного жестче они смотрятся чему экстремум позиции в обороне ну и база b калубер месть калуберу друзья за карту пятна прямо сейчас калубер фирменные джимки вы видели это принципиальный хэдшот для джимки 715 нет денег 2 300 2000 1950 короче смотрим оверпасс как-то мар первого убил я не понял с джимкой это все ясно вот джимкой вот он на б красавчик вышел не разменялся мтп осталось калубер на самом деле показал как надо смотреть б мармолик банка короче дистанционная такая оборона на последний раунд выбрана командой фейд это не просто так они осознают что там нет денег там форс и прекрасно понимают что дальняя дистанция это их лучший друг данном эпизоде и опять же тянуть нечего здесь резину надо попытаться закончить как можно быстрее шикарный коктейль нет 15 до конца как зажал то пол не попал давал и на 1 убил во все это движухи показал как я смотрю на 7 друзья ну это гг это 11 поздравляем ребят из команды фейд счет кстати на самом деле вообще не по игре вот такое ощущение что такое ощущение что я посмотрел матч который закончился со счетом 1614 не 16 7 16 8 и ждем оверпасс это будет 3 решающая кстати на тележку подписывайтесь на оверпассе вчера друзья на оверпассе вчера короче действительно хелтворк сами посмотрите там вообще было больно на ютубе возможно даже запись этого оверпасса есть можно глянуть одним глазом и через пять-десять минут мы вернемся к этому матчу и закончим его наконец-то уже до конца